Привет, с вами Алексей Архипенко. Я продолжаю рассказывать про систему Notstiper, преобразующую текст в музыку. И сегодня я расскажу про алгоритм рандомных цепочек или случайных цепочек, который я фактически взял из другой своей разработки, QGEN2, которая нацелена на композицию без какого-то входного материала, как в нашем случае Notstiper имеет некий входной материал. Возвращаясь к списку настроек, мы подходим к рандомным цепочкам. Напомню, что вот эти все три алгоритма, они полностью игнорируют буквы, полностью игнорируют материал, который печатает с пользователем. Это, конечно, некоторый минус, и мы теряем, конечно, часть информации. Но при этом мы сохраняем информацию о моментах нажатия, о длине клавиш, о силе нажатия. И, в общем-то, достаточно много информации сохраняется для того, чтобы музыку создать. Значит, что здесь происходит в алгоритме рандомных цепочек? Ну, мы смотрели алгоритм полного рандома, здесь просто генерится, скажем так, равномерный рандом по диапазону без каких-то предпочтений, что приводит к такому белому шуму. Рандомные цепочки действуют совершенно по-другому, и я сейчас сразу настрою их для того, чтобы показать самый характерный вид рандомной цепочки. Так, ну вот, собственно, рандомная цепочка. Что в ней видно? Ну, можно даже уменьшить, в принципе, длину. Вот, чтобы было лучше видно. Вот, значит, эта рандомная цепочка фактически просто двигается плавно по шкале, если обратить внимание. Ну, может быть, даже лучше будет видно вот в этом примере. Он просто больше приспособлен для... ну, такой более ровный ритм. Видно, что каждая следующая нота находится на одну или на две ноты на расстоянии от предыдущей. То есть, очень простой алгоритм. Он каждый ход перемещает ноту на полтона, на тон, вверх или вниз. И, собственно говоря, этот принцип как раз нарисован на вот этой схеме. То есть, нота перемещается либо на полтон вверх, либо на тон вверх, либо на полтон вниз, либо на тон вниз. И все эти четыре варианта имеют по 25% вероятности. То есть, он случайным образом выбирает один из этих вариантов. Это основной режим работы алгоритма, так называемый гладкий режим. Потому что он создает гладкую мелодию фактически. Также есть режимы скачков. Ну, например, самый простой режим скачков – это просто скачки на большее расстояние, чем два полутона, чем тон, соответственно. То есть, в данном случае у нас скачок до пяти полутонов возможен. Вот. И, ну, фактически получается, что это такое же гладкое движение, просто длина хода увеличивается. За счет увеличения длины хода мы периодически получаем вот некий скачок. Ну, давайте введем прямо этот скачок. Значит, как его ввести? Ну, да, на самом деле, надо сначала сказать, как происходит управление переключением между этими двумя режимами. Режимом гладкого движения и режимом скачков. Значит, вариантов, так сказать, переключений несколько. Самый простой – это просто вероятность. То есть, это означает, что каждый ход проверяется. Какая-то вероятность, и, например, в 10% нод нам дается возможность сделать скачок. Ну, вот сделаем как раз такой вариант. Например, 10%. Возьму другой сейчас текст. Я взял другой текст, сделал плавное движение длиной 1 полутон и сделал 10% вероятность скачка не более чем на 10 полутонов. Да, и еще нужно переключить в режим случайных скачков. Вот, собственно, мы получили эти скачки. Видно, что, в принципе, плавное движение алгоритма сохранилось, но оно периодически нарушается более длинными скачками. Причем они не очень длинные, то есть, они в пределах 10 полутонов, и поэтому не уводят далеко, собственно говоря, из диапазона. Довольно интересный, да, вот такой вид. И, кстати, звучит тоже довольно забавно. Как это звучит? Скачок. Скачок. Вот такой интересный уже вариант, на самом деле приемлемый для уже музыки. То есть, получилась некая мелодия, разрывающаяся периодически скачками. Дальше, может быть, второе условие, которое приведет к скачку. Это пауза. Пауза более чем какое-то время. Например, больше чем 1 секунду, больше чем полсекунды. Это позволяет нам уже управлять скачками. То есть, мы не просто получаем какое-то совершенно рандомное место, например, где-то в середине слова, как сейчас было. Но мы позволяем, вот, например, who, si, например, здесь нет вообще скачка между словами. А здесь вот хи, с кое, то есть, ну, здесь вот, например, два скачка внутри одного слова. Вот, то есть, ну, как-то непонятно. Мы можем управлять скачками с помощью пауз. То есть, делая паузы, мы будем делать, соответственно, скачки в дальнейшей обработке. Ну, давайте запишем для этого пример. Значит, я буду сейчас писать текст. Вот, написал какой-то текст. Обрабатываем. Включаем random chain. Например, один. Вероятность не указываем, она нам уже не нужна. Ставим паузу полсекунды, например. И скачок в случайном положении. Вот, значит, видно, что паузы, причем, кстати, от я до буду, оказалось тоже пауза достаточно большая. Я этого не хотел, но оказалось, что сейчас вот настроив полсекунды, я как бы попал в эту паузу. То есть, на самом деле, позиция здесь 4.94 и 5.26. Это практически ровно полсекунды. Почти, да. Вот, если убрать, ну, немного увеличить здесь до 0.8 секунд, то будет именно так все выглядеть, как хотелось. То есть, вот это вот ровный кусок с гладкой, значит, мелодией. Затем еще один кусочек гладкой мелодии и скачок, и еще один кусок гладкой мелодии. Вот, например, как можно управлять, соответственно, с помощью пауз. Есть другой подход. То есть, можно ожидать не пауз, а просто начало новых букв. Для этого нужно выбрать leap on first letter in each word. То есть, это каждое слово будет начинаться с скачка. Другой подход. Вот, вот как он выглядит. Кстати, обратите внимание, я перед этим, ну, я обновляю страницу, и каждый раз генерится новый вообще вариант. Но, в общем-то, не все варианты приводят к скачкам длинным, потому что иногда скачок происходит тоже на соседнюю позицию. Вот сейчас есть скачок, например, да, вот здесь все видно. И видно, что между сейчас скачков нет, потому что это движение на полтона. Вот. Но каждое слово у нас сейчас находится в определенном частотном диапазоне без скачков. Вот здесь скачка нет. Текст здесь уже пауз, потом скачок не, и скачок будет. Да, но выглядит все достаточно плотно. В какой-то другой вот генерации, например, здесь скачки будут более выраженные. Да, вот здесь уже скачки, здесь уже пауз не будет. Ну, вот зато не скачок, небольшой, да. Ну, то есть, как бы скачки какие-то есть, они не очень выражены, да. Могут быть в некоторых ситуациях. Что, кстати, совершенно нормально, потому что нам же не нужно иметь такую значительную предсказуемость, да, мелодии, что она постоянно скачет там на какие-то длинные скачки между словами. То есть, это не обязательно. Иногда скачок получается недлинный. Значит, что еще можно сделать? Можно скакать, как бы, не на начале слова, а на больших буквах только. Вот пример скачков только на больших буквах. И здесь видно, что, ну, первая, как бы, буква не важна. И, собственно, скачок здесь только один. Здесь это скачок на здесь. Потому что это единственная большая буква, которая идет после какой-то мелодии. И если вот повторно генерить разные варианты, то видно, что, в общем-то, это единственный скачок будет. Ну, вот здесь наиболее выраженный скачок. Здесь все идет плавно и затем идет скачок. Вот, собственно говоря, мы сейчас рассмотрели полностью функционал этого алгоритма рандомных цепочек. За исключением одного нюанса. Это характеристики самого скачка. То есть, как скачок делается. Ну, мы видели, что скачок может делаться, я говорил, что скачок может делаться на, например, 10 тонов, там, или сколько мы укажем, там, в пределах 10 полутонов. Но также скачок может быть сделан не на случайную позицию, а привязан быть к лаяуту. Вот это означает, что, например, каждый раз при начале, ну, например, слова, начале слова с одной и той же буквы, скачок будет происходить на одну и ту же букву. Для примера давайте выберем, например, скачок на начало слова и выберем какой-нибудь лейаут, неважно какой, ну, все клавиши подойдут. Вот, значит, что сейчас произошло? Мы продолжаем скакать на начале каждого слова, но при этом уже скачки не ограничены 10 полутонами. Они определяются двумя вещами. Во-первых, самим лейаутом, и во-вторых, диапазоном, который мы ввели. Диапазон был от соль второй октавы до соль, там, пятой октавы, насколько я помню, даже до соль шестой. Вот, значит, соответственно, ну, вот в данном случае, в данном случае у нас скачки происходят, да, вот в какие-то места. И что вот здесь важно? Очень важно то, что каждый раз при начале слова с одной и той же буквы скачок будет происходить на одну и ту же букву. Это видно по двум словам, которые у нас начинаются на другую букву, это буду и будет, да. Это всегда одна и та же нота. Причем, вот, обратите внимание, да, это зависит от лейаута. И если мы лейаут выберем, например, рандомный, к примеру. А, ну, то есть, нет, рандомный выбрать нельзя. Но если мы выберем какой-то лейаут, другой, например, да, то есть вот алфавитный лейаут, например. Вот я выбрал алфавитный лейаут, именно русский алфавитный лейаут нужно выбирать. Соответственно, вот здесь скачки у нас, ну, сместились, то есть в другое место, да. То есть, соответственно, у нас скачки происходят... Теперь вот, например, на этот тон, да. Кстати, сразу расскажу, собственно говоря, почему надо выбирать именно русский лейаут. Казалось бы, у нас и русские, и английские буквы расположены на клавиатуре. Вот если выбрать, например, лейаут сейчас английский, алфавит, да, в котором нет вообще-то буквы B. Почему? Да потому, что просто-напросто буква B приходится там на запятую в английском, в английской раскладке. А запятой нету в лейауте алфавита. И поэтому, как только алгоритм не находит буквы в лейауте, он просто делает случайный скачок. Причем этот случайный скачок идет с характеристиками случайного скачка, который указан здесь. Вот, ну просто имейте в виду, что это такой некий rollback, то есть если вот вы неправильно задали лейаут, то алгоритм все равно все сделает, просто скачок будет случайным в этом случае. Ну, по звуку усиленных отличий не будет, но понимать, да. Да, это можно даже специально использовать, то есть задавать лейаут для рандомчейна, в котором нет каких-то букв. И тогда на эти буквы скачки будут рандомные. А на остальные буквы скачки будут фиксированы. Ну, то есть довольно так интересно. Вот, ну и теперь посмотрим последний пример того, как можно использовать, например, этот алгоритм. Вот с такими настройками, да. То есть это движение по одному полутону с 10% вероятностью скачка или паузу в одну секунду. Скачок не более чем на 10 полутонов, но эта настройка не используется только для неизвестных клавиш, потому что используется скачок на лейаут. И скачки также используются на начало каждого слова. Что мы получаем? Первое слово идет без скачков. Затем следующее слово s, ну это просто here's, то есть это на самом деле через апостроф, да, букву s. На нее идет скачок. И скачок здесь идет по лейауту. Почему это видно? Потому что все скачки на букву s... А, пардон, тут это, кстати, не скачок. Это, кстати, не скачок. Misfits. Да, ну вот скачок. Опять же, правда, непонятно, незаметно, чтобы это был сучок. Наверное, вот самый характерный вот пример. Вот скачок. Это действительно скачок на ту же самую букву, да. То есть мы попадаем на букву s в результате скачка. Ну, кстати, здесь тоже скачок, просто его не видно, потому что... Ну, потому что он находится всего-то на полтона от слова z, да. Соответственно, все скачки работают, как мы изначально думали, но кроме скачков на начало слова, также здесь присутствуют и скачки в середине слова. Вот, например, 10-процентные скачки внутри слова. Square, квадрат, разделен здесь скачком на два полутона. Другой пример. Different, разный. От e до n скачок. Вот. То есть мы ввели вот настройку иногда разрывать слово фактически скачком. Можно это сделать более редко, потому что здесь довольно часто эти скачки происходят. Например, 2% за 1%. Это будет давать некий, ну, такой дополнительный вот характер, да. Вот. Ну и, конечно, надо понимать, что не все буквы при этом будут расположены, фиксированы на нотах. Например, буква S, она встречается и в других местах, то есть на других нотах, потому что, в общем-то, layout, то есть соответствие буквы ноте происходит только при скачке в данном случае, да. То есть в этом алгоритме фиксация только при скачке происходит. Спасибо, жду вас в следующих лекциях.